добрый день сегодня видео снимаю для евгения подписчикам хочет приобрести такой экскаватор просит на что обратить внимание при покупке но если чем могу расскажу помогу при покупке такого экскаватора нужно обращать внимание буквально на все они очень старые уже и поэтому вы будете покупать кота в мешке любом случае желательно бы спросить то на нем работал если оператор на месте и он принимает участие в продаже но с ним поговорить нормально честному чтобы рассказал какие может быть неполадки у этого экскаватора в основном визуальному осмотру но сразу обратите внимание на губы эти губы уже побит значит экскаватор очень долго работал значит и поэтому ну наверняка у него есть проблемы обратить внимание на стрелу побита на ржавая лена накатки обратите внимание также они вот верхние разбиты но нижние вы не проверите но тоже надо будет наверно потом когда вы приобретете надо будет их ремонтировать обратите внимание на драки на пальцы как его эксплуатировали где его эксплуатировали обратите внимание на стопор вот этот если вот здесь вот все разбито ну значит неумерец работал погнута значит вот кронштейны этих при тормозе он давал резкий поворот возможно повредил стопор без стопора конечно работать но практически переезда невозможно обратите внимание на барабан внутри подшипники также нагревается вот эти вот сильно колодки и там есть подшипники их наверно редко кто смазывает если там в этом редукторе что-то заклинит из этих подшипников с этой стороны тоже самое то считайте вам надо будет разбирать весь редуктор и ремонтировать его но это очень дорогостоящий процесс проверьте если в редукторе вообще масло он туда заливается негрол и если там солидол например смазан шестеренки многие шестеренки в этом редукторе смазывается только маслом там есть каналы по которым проходит это масло и смазывает бронзовые втулки обратите внимание на эти барабаны насколько стерты колодки пощупайте потрогайте пусть лучше поработает оператор если вы не умеете пусть покажет как этот экскаватор копает часа может и два посмотрите на мотор если есть потеки спереди и сзади из сальников значит этот мотор но уже свое отслужил если он опять же чадит то же самое тогда срок службы ему очень маленький остается компрессор проверки должен накачивать 8 атмосфер очень быстро и легко поэтому в любом случае не спешите при покупке также проверьте посмотрите визуально но смазывалась ли вообще последнее время опорные вот этих на раме поворотное устройство ну как они выглядят вообще закручены ли гайки но все на надо попробовать пошатать походить поспрашивать если нет оператора который может работать тогда считайте код в мешке ничего у вас там хорошего не будет в любом случае рассчитывайте на то что вам придется его ремонтировать и вкладывать пока не разберетесь в его устройстве сами посмотрите как рычаги пропускает ли воздух не пропускает проедьте вперед назад поверните попробуйте покопать ну что еще также посмотрите посмотрите вот эти шестеренки зубчатки насколько они изношены бывает такое что подшипники здесь долго не смазывались они уже скрипят придется разбирать вынимать эти подшипники и недовольно массивные по новой ставить также посреди цепи каком они состоянии вот там есть звездочка она тоже на подшипниках если она клинит у вас будет рвать в общем все эти мелочи после долгостоя как можно выразиться ну эти трактора необходимо перебирать вплоть до того что каждый каток прощупывать крутится он не крутится в основном внимание обращайте на редуктор если редуктор постукивает при поворотах ну тогда там зубья выбиты в шестернях если он работает тихо плавно ну тогда может быть проблем не будет в основном все на чуйку понравится трактор любом случае новый вы не купить берите отремонтируйте может быть кого-то будут запчасти купите донор разберете переберете но если вы хотите на нем что-то дома рыть для своих нужд тогда еще надо крепко подумать потому что вложить в любом случае в этот экскаватор вам придется влетит это в копеечку смотрите на внешний вид если он не потрепан редуктор хорошо работает все остальное крутится заменить каток или подварить ковш вы всегда сможете так что что мог рассказал все до свидания всего хорошего